Ну я всех приветствую на нашем очередном вебинаре. А у нас это уже заключительный вебинар из серии «Стал умнее, стал сильнее». В субботу у нас будет еще бонусный, скажем так, вебинар по темам, которые Стас по техническим причинам пропустил. Вот он был в отпуске и не мог подключиться к нам. Поэтому он отдельно это все расскажет и покажет. Вот, а мы сегодня, к сожалению, без Станислава. И именно потому, что он у нас переболел, к сожалению. Вот, и но в субботу он должен выйти у нас на связь. Кто у нас сегодня традиционно, какие города у нас присутствуют? Может какие-то страны, если не Россия? И какие разряды? То есть мастера, МСМК, первый, КМС и тому подобное. Южно-Сахалинск. Привет! Моя родина, можно сказать, практически. Привет! Что такое, что-то? Если что-то не воспроизводится, сразу говорю, то есть если бывает подвисает изображение, то есть связь, перезагружаем браузер. То есть уже все проверено. Схема. Вот, как правило, это по причине вашего интернета и работы компьютера. То есть причина не у нас. Редкий случай, когда у нас что подвисает. Все тот же Курск. Это что значит? Так, отлично. Давайте еще. У нас тут народу хватает, а где совсем прям мало кто отзывается. Рязнь, мы знаем. Ну уж народу поактивнее, чтобы, блин, как сонные мухи, я понимаю, вечер. И все дела, но все равно активность, активность должна быть. Коты кричат. У меня дома, знаете, сколько котов. И, кстати, одного Бэтмен зовут как-то, а тут это пишет Бэтмен. Так. Так, так, так. Ну и все, отлично. Начнем. Сразу же оглашу правила нашего мастер-класса. Длительность от полтора до двух часов. Практика, как показалось, минимум два часа. Запись остается только для тех, кто у нас отсидит на вебинаре до конца, то есть от начала и до конца. Обязательно. Также информации о открытом доступе нет. Кто-то умудряется ее сделать. Вот. Не спамить, не троллить, быть доброжелательным, само собой. Все, кто будут у нас... То есть все, кто общается, троллят, администратор отслеживает. И этого человек у нас удаляет с трансляции. Далее, возьмите ручку бумагу для тех, кто будет фиксировать. То есть какие-то вопросы, если они потом у вас накопятся. За время вебинара. Вот. Потому что у нас ответ на вопрос у меня будет в самом конце. Чуть позже я вам напомню. Вот. Также ответ на вопрос, да, в конце. Вот это чуть позже и наступило. В конце мастер-класса. Далее, кто будет с нами до конца, будут отдельные бонусы. Разосланы по электронным почтам. И также отдельно бонус, который вы узнаете чуть позже. То есть в самом конце вебинара. Итак, в этот раз мы обычно чат отключаем. В этот раз мы его будем видеть от начала до конца. То есть чат оставляем для активности. И для вашей, и для нашей. Вот. Потому что общение у нас все равно нужно. Вот. Напоминаю еще раз то, что у нас вечер. Кому-то нужно активность, чтобы не уснуть. Итак. Отвечаем на вопросы. То есть воссательные знаки. Воссательные знаки. Эта тема нравится. Плюсики. Это если подробнее рассказать. Но лучше вообще писать по-русски. Нравится. Либо там, пожалуйста, поподробнее. Бонусы во время и после эфира. То, что я уже говорил. Также запись мастер-класса. Самый основной бонус. У нас идет. Далее также чек-листы. В этот раз он будет один. Без чек-листов от Станислава. И также самый важнейший бонус. Это специальные условия на участие в нашем новом омлайн-курсе. Стал умнее, стал сильнее. Умный пауэрлифтинг от 0 до 400. В этом мы тоже узнаем попозже. Уже конец вебинара. Итак. Правильно тянешь. Вот надо делать так. Или нахер на ты вообще тянешь? Это вообще там вредно. Или что-нибудь такое. То есть, как часто мы с этим сталкиваемся? Блин, поверьте, мне кажется, если я бы вот... Меня бы не все люди бы знали в залах вообще, в тренажерных. Я бы сам с этим сталкивался бы сейчас в последнее время ежедневно, на самом деле. Потому что все хотят, чтобы подсказать, сумничать, лишь бы что-нибудь не знаю. Там пухнуть воздух, как говорится. Так. Сегодня советую тренировать руки 4 упражнения по 6 подходов. Это больше билдерская тема. Пока что еще привязываем нашу всю информацию к пауэрлифтингу. Ну, 6 подходов для бодибилдинга. Это если еще на 4 упражнения, то дофига, конечно. Вот. Так. Больше всего бесит тупой совет от обывателя фитнеса. Не выводи колени за носки. Вот, кстати, да, это самое первое, что у нас будет. Сейчас немного внимания и терпения. Я к этому вернусь. Все это расскажу. Итак, идем дальше. Что на себе и свои тренировках испытал действия вредных советов? Так же погнали в чат. С возрастом вообще все реально. Прибавляйте с возрастом. Так. Все. Самое плохое, это когда, конечно же, твой тренер, которому ты полностью доверяешься, тебе дает, в кавычках, гениальные советы. Это самое стрёмное, конечно, что может быть. Ладно, какого-нибудь там пиздюка, извините за выражение. Слышит какие-нибудь советы, значит, он улыбнулся, отвернулся и пошел дальше. Это реально. Казалось бы, авторитетный человек говорит и говорит какую-то ерунду. Кто это хреново. Так. Пока еще пишем. Я за чат вам слежу. Далее. Так, давайте знакомиться. Ведущий мастер-класса это я, которого пока что у нас никого не видите. Меня зовут Юрий Белкин, кто еще не знает. Я являюсь чемпионом и рекордсменом России, Европы и мира и ПФ. Обладатель рекордов всех времен в тяге и в сумме троеборя. В категории до 110 это в тяге и в сумме, и в категории до 100 в сумме только лишь. Лучшая сумма из экипировки у Ньютона 55, лучшая тяга 440. Она же и самая большая тяга в России считается, среди всех весовых категорий. Также победитель для престижных турниров в Штатах. Это EOS Open и Boss of Bosses. И также являюсь еще бронзовым призером Суперкубка Титанов 2016 года. Надеюсь, что в этом году Титаны будут. И может быть, но маловероятно, что я там выступлю. Скорее, это вероятность 1%. Опять же, если не будут. Потому что у меня EOS Open на середине мая выпадает. И поэтому с корабля на балл не хочется. Раньше бы я это сделал, но сейчас уже нет. Уже не такой молодой, как раньше. Итак, для кого наш мастер-класс? Для тебя, если ты запутался в море бесплатной информации о пауэрлифтинге. Это точно каждый. Ты не знаешь, какие советы друзей являются действительно ценными. То есть, тут реально мало кто умеет фильтровать информацию. Потому что фильтровать информацию может только тот, кто и обладает. То есть, причем обладает достоверной информацией. Ты не умеешь составлять планы тренировок и готовиться самостоятельно к соревнованиям. И не без этого. Твои результаты встали и не знаешь, в каком направлении двигаться. Это самая популярная проблема, на самом деле. Кто-то потренировался два года, уже говорит, все, я из себя выжил, все. Мой потенциал исчерпан. Я ухожу в другой конь, там, в спорт. Бред полный. Кто-то пишет про откаты. Но я вообще не тренируюсь в межсезонье. То есть, по два месяца. Вот сейчас только первая тренировка не прошла, спустя два месяца. Конечно, я никакой на данный момент. Но это пока что временно. И так же для тебя, если ты, новичок, хочешь совершать меньше ошибок. Так, народ. Видео идет нормально, звук идет? Кто-то пишет, что нормально. И видео, и звук, да, все нормально. Так, давайте я на всякий случай все-таки перезагружу браузер. Хуже не будет. Пока. Продолжение следует... 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 Так, и немного об истории моего пути расскажу. Пришел я в зал в 2004 году, 16 сентября, в возрасте 13 лет, у меня даже где-то фотки остались, постараюсь потом их выложить в инстаграме, даже не постараюсь, я выложу, так что будет повод поражать потом. Вот, мне буквально на днях очень скинул фотографии старые, как раз из первых соревнований фотографии. Конечно, был дрячом, как и все были дрячом. Кто у нас, блин, каким-то супер-мега-гигантом здоровым приходит в зал? Это либо уже в возрасте, не знаю, сознательном, либо это нездоровый гигант, а жирный гигант. Такие еще бывают, это надо тоже различать. Вот, то есть там особо никакими результатами я не отличался на самом деле, ну, по крайней мере, с теми, кто же тренируется. Вот, и мой первый присед был 85, ага 95, жим 39 килограмм. Вот, первые мы соревнования были в 2006 году. Ну, да, по-моему, да, в 2006 году. Вот, результаты были, сейчас, насколько я вспомню, 105, 70, или 67,5 и 120. Короче, тяга 120, ну, подумать. Сейчас 120, ну, первый стартовый разминочный подход. Вот, получается, 4 года позанимался, учась в школе, занимался полной херней, но тем не менее прогрессировал, дошел до универ КМС, то есть в результатном зале. Вот, далее университетское время уже, вот, у меня как-то более-менее что-то пошло-поехало. Так, сейчас, секундочку, чуть-чуть формат видео изменился. Нет, все нормально. Вот, в 2011-м занимался тренером, который дурачок, скажем так. Вот, и в 2011-м году я приснил тренера на Беславу Савчетину, и там у меня все пошло-поехало. То есть в 2011-м год я вот, именно его считаю, как вот именно старт своей спортивной карьеры, скажем так. И с 2012-го года я уже попал в юниорскую сборную, то есть был чемпионом России по классике и экипировке, то есть IPF, за время выступления в IPF выступал в 2015-го года, там стал двукратным абсолютным чемпионом мира среди юниоров, то есть один раз выиграл классику, один раз экипировку, один раз был серебряным призером в чемпионате мира в экипировочном дивизионе. Также становился чемпионом мира в открытой высотной категории среди мужчин в 2014-м году в ЮАРе и становился серебряным призером в экипировке, открытой возрастной, также на чемпионате мира в Штатах. В 2015-м году на его пытке один старт в IPF, это был чемпионат России, я забрали в совжиме, потом не дисквалификация, и дальше вебом не уродная. То есть потом титаны, не титаны, пошли туда-сюда, и, короче, тут я уже полусек на слуху, и дальше, поэтому я считаю, что не смысл рассказывать, раз вы сказали, что вы обо мне знаете. Вот, и это все можно слить спокойно в интернете, если загуглить. Вот, поэтому и дальше. Итак, у кого было что-то похожее по истории, слаженного спортивного пути, пишем в чат. и активно, и быстро пишем в чат. Потому что чем мы быстрее пробежимся, тем больше времени будет у нас на ответы на вопросы. Народ, что сидим? Быстрее, 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 быстрее отвечаем. Да не важно, чемпион или не чемпион. Я имею в виду, кто-то тоже может 14 лет поданимался по влитинам. Не обязательно стать чемпионом, но чего-то добиться-то. Можно в любом случае. У меня были похожие силовые. Понимаю, 42 лет. И такое бывает. Даже зная случай, когда, например, в тяжелой атлетике говорят, что нужно приходить в тяжелой атлетике, с раннего возраста, с 7-8 лет, привыкать на ряд по штамгу, психология, психология, с самого начала, гибкость, мобильность и тому подобное. Знаю ситуацию, когда приходили люди после армии, это еще во времена СССР, то есть с 20 лет начинают заниматься тяжелой атлетикой, и становились еще и пекарственами мира. Есть такой человек на примере, то есть он сейчас тренер ПП, тренер Рыжковой, поэтому в 20 лет, после 20 лет еще умудрился зайти до высоких результатов. Так, отлично. Едем дальше. Кто хочет превзойти мои результаты? Ну, это надо быть вообще дураком, чтобы не хотеть, на самом деле. Даже я бы этого хотел. Причем в два раза, если можно. За три месяца подготовки. У меня рост 1,77-1,78, там где-то по-разному показывается. Ну, уже, 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 активность. Народ нормально в сети, а активности почти нет. Ножи, ножи, ножи. Так, едем дальше. Едем, едем дальше, дальше, дальше. Фотка меня. Так, само собой, что я успею поделиться только частью информации, вот, поэтому мы даем каждый раз разную информацию в каждом вебинаре. Поэтому мы следим за новостями, когда будет вебинар. Если кто-то найдет запись предыдущих вебинаров, посмотрите ее. То есть, очень ценные информации, вот, которые необходимо всем знать. Поэтому, поэтому за вебинарами мы, конечно же, все не расскажем. Все информации у нас будет на обучении, где будет куча всего. Так, и далее. Конечно же, любую информацию нужно внедрять и применять. Вот, а если ее не применять, то и нахрен вам узнать, как говорится. Лишний раз помню, чуть-чуть в зале, типа, а, я его знаю то-то, типа, ты опять же, там, тянешь неправильно, жмешь не так. Ну, так тоже дело не пойдет. Так нужно применять. Применять на себе, применять на своих учениках. Пробовать, смотреть, искать. Так, рассмотрим реальные примеры моих учеников. Так, это Владимир с ее женой Натальей Кончаковой. Пришли они ко мне летом прошлого года. Нет, не прошлого, позапрошлого, потому что у нас уже Новый год наступил, уже как месяц назад. Оба пришли с мечтой, конечно же. То есть, это же мечта и их же цель. У Натальи выполнить элиту, у Владимира пожать 270, или хотя бы как поддержать. Ну, и само собой, то есть, уже в декабре, то есть, в этом декабре, то есть, прошлого года, полтора месяца назад, свою мечту они уже воплотили в реальность. Наталья выполнила элиту в приседе, и в тяге, и в сумме. Не то, что, правда, 270, пожалуй, 275 с запасом, с хорошим. То есть, что самое важное, то есть, к чему они говорят, то, что это люди с большим стажем спортивным. То есть, у них плавлитинги уже около 10 лет. То есть, не менее 10 лет. И, тем не менее, то есть, прогресс есть, и был, и есть еще, и будет дальше. И, нужно думать, то, что если ты занимаешься уже, там, не знаю, сколько лет, то все, ты уже ничего не достигнешь, потому что это потенциал уже исчет. Но ничего подобного. То есть, главное не бояться все начать с самого начала. но опять же начать с самого начала. То есть, уже если дело неправильно, то начать делать правильно. То можно начать и не в ту сторону пойти, скажем так. Так, у меня еще есть тоже товарищ жирный темка. Пришел ко мне жирным жимовиком с весом 126 кг в цели выполнить мастера спорта в жиме дрожи. Вот. В первую очередь мне было жалко на него смотреть, и я ему сказал, что надо худеть. Потому что быть похожим на бомжа это несерьезно. Вот. Доставили его худеть. Сейчас он весит 90 кг плюс-минус было 88 у него троезд падает. Вот. То есть, мастера спорта он уже выполнен только в жиме но и в троеборе уже около года назад. Сейчас идет у нас уже цель выполнить МСМК. И, конечно же, фотка, как он сейчас вот такой. И, опять же, да, то есть, прогрессировать и хорошо прогрессировать могут даже спортсмены с огромным стажем. Опять же, как я и говорил, считаю, что они уже выжили из себя практически все. То есть, не нужно себя уже загонять в рамки только лишь потому, что ты занимаешь долгое время. Люди занимаются некоторые по 20 лет как у них, например, Ярослав Олихов, ИПФ, чемпион мира. если бы и 74, он уже выступает, сколько мне лет, сколько он и выступает. И почти с каждым стартом он его получается прогрессировать. Вот. То есть, это говорит о том, что прогрессировать может каждый. И, ну, не скажу, что прям в любом возрасте, но уж, по крайней мере, там, 40 с небольшим прогрессировать можно точно. почему не получилось, потому что они крутого тренера тренируются на меня. Так, общий план тренировок это целая технология. Это, конечно, само собой, так оно и есть. Какой без фарма потолок, такой же, как и с фарма. Потому что потолка нет, надо просто все время тренироваться. Так, общий план тренировок, еще раз, то есть, от чего он зависит. С места теста, но он зависит, в первую очередь, от слабых мест спортсменов. То есть, чтобы их нивелировать, нужно включать подойдящее упражнение. Как их включать, когда их включать, это все и есть тренировочный процесс. Как, соответственно, дозировать нагрузку. Вот, там, не все так просто, и какой-то тупо типовой план с темой тоже не всем подойдет. На самом деле. То есть, ну, можно взять какой-нибудь, например, там, типовой план, по которому, то есть, его давать, он будет работать, да, работать, но может работать же план еще лучше, может работать дольше. Вот, поэтому так. Итак, наконец-то мы переходим к нашей теме. Это вредные советы в пауэрлифтинге. И мы начинаем. Так, начнем с советов в приселе. И как уже писалось, самое популярное это не заводить колени за мазки. Что это? Все это, все это бредовые, все это так, ага, вот это, вот это вопрос. Все эту фразу слышали, все этот совет слышали по-любому, причем прям, если не на своем приседе, то написи, там кто-нибудь там коллеги друга или еще кого-то. Да, именно за мазки. Мазки сток, то есть мысок это выступающая часть. Кто-то говорит за носки. Правильно, но вообще правильно мысли. Если брать анатомию. Так, то есть почему это бред? Сразу быстренько рассказываю. Ну, во-первых, то есть это зависимость от антропометрии, то есть бывают люди с коротким корпусом, длинными ногами и размером к кузовушке, например, на 36. То есть, например, у человека рост 2 метра, антропометрия, длинные ноги, длинные руки, короткий корпус. То есть он, например, садится, колено у него валится, соответственно, вперед, то есть у будет все нормально, оптимально, но, конечно же, из-за того, что у тебя болен длинный, а размер обуви маленький, то есть колено, оно обязательно уйдет за носок, то есть никуда от этого не уйти. Если мы будем стремиться удержать его в проекции над мыском, то у нас получится такая ерунда, что у нас в итоге таз будет слишком удален назад и завал корпуса будет очень сильный. То есть эффективность упражнения поменяется. То есть поменяется в худшую сторону, это раз. И во-вторых, во-вторых, можно травмироваться реза избыточной нагрузки на спину это раз и также на результативность это кажется очень негативно на результативности, особенно если это будет у нас экипировочный пауэрлифтинг, потому что в экипировке техника должна быть общена все время на уровне. Тут понятно, да, почему это бред? Еще бывают случаи, например, с короткой голенью, длинным бедром, как у девушек. То есть тут невозможно не увести колено. Даже при нормальном размере обуви и нормальном области средней антропометы. То есть нельзя человека загонять в общие рамки. То есть это вообще полный бред. Полный бред. Так. Далее. При движении в сет нужно максимально отводить таз назад. То есть многие тренера говорят там таз назад, максимально таз назад отводи. Или на стартовом положении тоже бывает. Сразу таз назад заведи и корпус наклонен. Тоже полная фигня, потому что если мы будем садить тазом назад, это как раз горят те, которые говорят, что за муски колени уводить нельзя. Вот ты садишь тазом назад и нифига не уводится. Получается та же самая ситуация. Корпус сильно заваливается. Все, что ниже 45 градусов корпус заваливается, все, это полная фигня, а не техника в приседе. Поэтому данное выражение применимо только тем, кто садится чисто в колени. И бывают такие люди, которые либо валятся, то есть складываются спиной в приседе, либо боятся наклонить корпус, стараются выдержать вертикальным и коленями одним идут вперед. То есть тем людям просто для общего понимания можно сказать, что садись максимально таз назад. Но если ты уже спортсмен, полный выступаешь на соревнованиях, то каким нафигом назад нужно садиться? Нужно садиться просто опускаясь вертикально вниз и все. Чем вертикальнее корпус, тем проще, нифига не проще. Все правильно написали. Ничего подобного. Чем вертикальнее корпус, тем больше идет натяжение квадрицепса и нагрузка идет на коленный сустав. То есть квадрицепс более натянут, более нагружен по физиологии и по биомеханике это будет неэффективно. Так, далее. Прогибай спину. То есть человек стоит, спина ровная, ему говорят не-не-не-не-не, давай, ты вот сейчас будешь садиться, по-любому он у тебя загнется, давай ее типа прогибай максимально. То есть что у нас получается прогиби позвоночника. У нас также получается, что и в принципе в случае горба. То есть на межпозвоночной диске идет неравномерная компрессия. Что и чреват у нас протрузиям, грыжам и тому подобное. То есть у нас как горб вреден, так и гиперлордоз тоже вреден. То есть сильный прогиб поясницы, но грудного отделка не прогнешь, потому что поэтому прогибать нельзя. Прогибать нельзя. Тут все понятно пока все. Вопросов нет. Вопросов нет. Пишем, 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 пишем. Непонятно или просто вопросов нет. Павел. Ага. Окей, 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 едем дальше. Итак, кто-то тоже такое слышал. Ремень должен быть максимально затянут. Как часто такое тоже слышали. Пожалуйста, отвечаем на мои вопросы, а не пишем свои. На вопросы будут отвечать в конце вебинара. Еще раз повторяю. Кто-то пишет, что перестал им кольца в приседе. Это тоже неправильно. Именно в приседе он должен быть, потому что там все время идет вертикальная нагрузка. нужно создавать встречное давление в брюшном отделе. То есть основная функция ремня, пояса, кто их называет, это подохранение от грыж именно в брюшном отделе. То есть чтобы создавать встречное давление на брюшной отдел. Нужно затягивать его максимально, ни хрена не нужно. Бывают случаи, когда просто люди ломают ребра. То есть стараются затянуть как можно жестче. Как правило, это у девушек. И опять же, что у нас? Помимо того, что у нас есть риск получается травмировать либо воздушную кость, на которую также давление во время седа идет от ремня. Также ребро, как я уже говорил, ребра, так как у нас непарные с двух сторон. И что самое стрёмное, то, что получается, чем жестче мы затягиваем ремень, тем сильнее мы пережимаем мышцы. То есть мышцы брюшного отдела, то есть вообще мышцы кора. А пережатые мышцы у нас также работают неэффективно. То есть мы теряем контроль над мышцами. Поэтому ты вроде как бы затягиваешь сильнее, чтобы жестче спину держать, а ни хрена подобного. У тебя в итоге получается обратный эффект. Так, опять же тоже у нас и дыхание никто не отменял. То есть притянутым поясом ты нормально дышать не можешь. Вот дыхание тоже также зависит от качества вдоха, скажем так. Потому что когда мы вдыхаем, мы стабилизируем давление, спина и спина держится ровно. Также тоже популярное это давим пятки и приседаем. Тоже да, часто слышали? Ну, народ не, не слышал. Кто-то пишет не слышал. По-моему, это самое распространенное вообще. Даже распространенное, чем не водить колени замыски. Так, то есть, почему пятки это фигня? Стоять нужно у нас опираясь на всю стопу. Потому что у нас в любом случае движение у нас в большей или меньшей степени стабилизируется. Если мы будем стоять на пятках, вот, и нас будет валить назад, к примеру, то пятками ты еще сильнее не укрешься и не сможешь, например, сбалансировать движение. То есть, сместить центр тяжести вперед. Вот, если ты будешь стоять на всей стопе, у тебя будет больше контроля. Это раз. Во-вторых, анатомически не нужно стоять на всей стопе. Иначе у нас бы просто была бы именно в плане эволюции не стопа, например, длиной, там, какой-то, а просто была бы пятка, как сопаки на, то есть, вообще животные. На малой площади опоры выходить. То есть, потому что у них, например, на четырех лапах передвигаются, а так как мы передвигаемся на двух конечностях, у нас идет полноценная стопа. Так, никаких у нас ложных не должно быть давление там в пятку или там на внешнюю часть стопы. Стоим на полной стопе и приседаем. То есть, у нас все равно акцент пойдет на пятку, как ни крути, чисто получается анатомически. Там даже не на пятку, а на свод стопы именно пойдет нагрузка. Вот, то есть, еще, например, если каблук идет, там, например, штанг детки или что-то в этом роде, то есть, на скелон, в случае, также, насчет каблука будет акцентированно выходить на грузскую на пятку. Тут, я думаю, тоже всем понятно, что да как. Итак, и финальное, что касается приседа, тоже наши советчики, например, какие-нибудь люди, которые, например, 300 приседают, говорят, ну, я же так приседаю, на плане техники, и ты так приседай. То есть, у меня так получается, получается эффективно, ну, значит, типа, и у тебя получится. Вот, и бывают такие тренера, которые реально, то есть, прям по своему образу и подобию учат. Ну, вот я так делаю, все так делаю, то есть, я ставлю ноги там максимально широко, приседаю, и пусть я так приседаю, например, да, и не важно, там, многослой, однослой, или без экипировки он приседает. Ну, вот, неважно тропометрии, неважно уровень мобильности, нифига не важно, главное, очень важно, что у него получается, и, значит, у других все получится. Это очень хорошо, что он верит, что у них все получится, головой тоже надо думать, как говорится. Тоже, да? В принципе, понятно. То есть, почему, и почему самому нельзя копировать технику у кого-либо? Советы в жиме. Советы в жиме. Чем шире хват, тем легче жать. Тоже одно из самых популярных высказаний. Конечно же, оно все упирается у вас в любимую на шестовую амплитуду, чем меньше амплитуды, тем легче жать. Не всегда. Так как, чем шире мы берем, тем мы быстрее достигаем состояние перерастяжения грудной мышцы. Это раз. Во-вторых, взять, например, с точки зрения физики, например, у нас чем более перпендикулярные, то есть, у нас получается чисто вертикально давит свободный вес вниз под воздействием, соответственно, силой тяжести. То есть, нам надо также ответно чисто вертикально усилие давать. То есть, именно совершать вертикальное усилие вверх. И поэтому, чем мы шире берем, тем у нас более диагонально получается уходит кость. И мы как будто давим не вверх, а чуть-чуть в сторону, наискосок. И с точки зрения физики, это уже получается проигрышная ситуация. Это раз. Во-вторых, для экипировочного жима, например, это применимо. Это 100% применимо, потому что в нижней фазе у нас майка срабатывает, а вверху, как раз широкий хват, то есть, чем шире мы беремся, тем вверху у нас, наоборот, грудная мышца далека от пересокращения, и она у нас спектрично дожимает. Те, кто у нас пропустили эту тему, то есть, мертвые точки в жиме лежа и фазы, то есть, какая мышца отвечает за какие фазы движения, нужно где-то ее найти, посмотреть, принять сведения, и те люди поймут, то есть, что, что, как. Поэтому кому-то будет сжатие узким хватом и много легче, потому что грудная мышца не развита, вот это раз. Во-вторых, бывает, что просто количество миофибрилов, то есть, маленькое, вот, и вообще волокон. И, то есть, мышцы не склонны к гипертрофии, вот, например, у меня грудная мышца, например, она, сама мышца, вот, если, например, я, получается, как раз рассказывал про генетику в прошлом вебинаре, вот, то есть, бывают длинные мышцы, короткие сухожилия. Вот у меня, в принципе, почти везде короткие сухожилия, длинные мышцы, кроме грудной мышцы. У меня вот у грудной мышцы, наоборот, сухожилия длинные, это место прикрепления плечевой кости. Вот, и поэтому, как я считаю, то есть, у меня жизнь всегда будет стоющим. Не потому, что у меня там антропометрия, это не выгодно, антропометрия у меня очень даже, в принципе, выгодна именно в плане, в плане троебория, но именно грудная мышца у меня будет отставать, так как она у меня могла бы быть длиннее, но она у меня не длиннее, скажем так, а из-за длинного получается, длинного сухожилия, она у меня укороченная. А чем мышцы длиннее, тем они сильнее, да, еще раз напомню. Так же есть тоже, например, спортсмены или клиенты, например, делают что-то, бывает, или там тягу, например, или жил, жмут, например, в касание, либо с паузами. К ним кто-нибудь подходит и говорит, просто из клиентов, а нахрена ты так делаешь? Это лучше же в отбив, блин, так и легче, и больше повторений сделаешь. Я вот в отбив делаю, мне вообще не шлят. Вот, то есть, ну, жать в отбив, в принципе, можно, но если у тебя цель, получается, повышение силового результата, вот если бы, например, мы бы жали бы в отбив на соревнованиях, тогда да. То есть, максимально специфичное упражнение, то есть, там в отбив, тут в отбив, и жмешь спокойно. То есть, если на соревнованиях нужно жать с паузами, то нужно у нас все максимально к соревнованиям и приближать, то есть, в тренировочном процессе. То есть, все повторения должны же окажаться либо с фиксацией на груди, либо с паузами, то есть, Либо скисаться с касанием, чтобы получаться исключать отбив. Либо нормальный пауза соревновательный делать. Если кто-то все время нажал в отбив, просто попробуйте лежать с паузами и уже у вас получится пробить жим. Качать рицепс для сильного дожима. Это еще с американской школы. Высайд, не высайд. Как я уже тоже рассказывал на позапрошлом. Короче, на втором, по-моему, вебинаре про жим лежа, где я наглядно все показал, почему у нас рицепс работает снизу, именно со съема. То есть он работает на старте, на дожиме у нас работает грудная мышца. Соответственно, отсюда же и вывод. То есть смысл качать рицепс для дожима, если он не отстает. Как раз таки, если у тебя есть хороший старт, значит, а рицепс хорошо срабатывает. Если нет дожима, значит, остается грудная мышца. То есть над ней не нужно работать. Также многие, например, делают жим стоя. То есть жми стоя, провьешь жим лежа. То есть жим стоя, армейский жим, используют как подсобку к жиму лежа. Вот, и прям уплывая на то, что сейчас я вот спрогрессирую в жиме стоя и спрогрессирую сразу же в жиме лежа. Ты можешь спрогрессировать в жиме стоя килограмм на 30, а в жиме лежа еще и наоборот. Например, не спрогрессировать, а срегрессировать. То есть бывали случаи, например, когда люди жали, например, 220, вот, то есть вообще без проблем. В жиме стоя спрогрессировать килограмм на 25, а жмут уже 210. То есть никакой прямой зависимости в этих двух упражнениях нет. Хотя бы лишь по той причине, что, во-первых, у нас, здесь мы качаем трицепс и переднюю дельту преимущественно в жиме стоя, а у нас самая главная мышца в жиме – это, в первую очередь, грудная мышца. Это раз. И, во-вторых, плоскостная работа совсем разная. Это два. Поэтому жим стоя делаем чисто для поддержки штанов и все. На что не надеемся. Поэтому смысл лезть там на веса, там какие-то суперсиловые делать подходы, само собой разумеется, не надо. То есть работаем объемно, просто, хочу раз напомнить, для поддержки штангу, для подкачки. Так, советы в тяге. Так, кто-то пишет, что я пропал. Быстренько пишем, что у нас со связью. У всех ли я пропал или не у всех пропал? Ну, все, и звук, да, и видео. Нет видео. Так, сейчас, на всякий случай, я перезагружу страничку. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Пожалуйста, напишите по звуку и... То есть, все ли видно, все ли слышно. Так, все есть. Ага, все хорошо. Все, погнали дальше. Итак, советы в тяге. Самый популярный. Самое первое. Это, ну, хотя нет, здесь точно не самое популярное. Кручивая кисти для более сильного хвата. То есть, что я имею в виду? То есть, когда мы берем, получается, штангу, охватываем, мы ее вот таким образом обхватываем. То есть, чтобы она чуть-чуть туда прокрутилась, исполненными запястьями, получается, как ковшом, получается, ее забираем. То есть, у нас в такой ситуации хват будет максимально жесткий. Во-первых, полетят мозоли. Да, правильно пишите. Потому что у тебя она будет, получается, больше накручиваться на ладонь штангу. То есть, получается, больше юзкости сорвать мозоли. Это раз. Во-вторых, из-за этого у нас будет компенсация. То есть, мы будем подтягивать бицепс и плечевой пояс. Первое. Это заберет у нас выгодную амплитуду. То есть, мы ее себе увеличим. Амплитуду это раз. Во-вторых, создадим лишнюю нагрузку на бицепс. Сами видели. Куча всяких нарезок. И бицепс отрывается просто вообще на раз. Вот. Поэтому идея бредовая. Вот. То есть, ну, удержишь ты ее, но потеряешь всю технику и, соответственно, реалитативность выполнения упражнений. Вот. Поэтому, поэтому это фигня. И едем дальше. Делай шраби для сильной спины, чтобы больше тянуть. То есть, некоторые люди, даже не слыша этот совет, просто все время качают рапециевидную мышцу. Им на верхнюю порцию рапециевидной мышцы. То есть, шраби, да, ты делай вот такое вот упражнение. Вот. Сами не знаю, для чего делают. Вот. То есть, у них какая-то, видимо, душа бодибилдерская жутка еще живет. Вот сейчас я объясню, то есть, почему это делать не надо. Во-первых. Не во-первых, это и самое главное. То есть, чем больше мышечный объем. То есть, фаз у нас заполняется мышцами. Соответственно, с автоматом плечи, например, не в таком положении находится, а вот в таком положении. То есть, мышцы в гипертонусе, плечевый пояс приподнят. Вот. То есть, а мы, например, в тяге стараемся все время, то есть, получается, мы боремся в тяге за амплитуду. Да, нахрен. Получается такая ситуация, что плечи поджаты, да, а могли бы быть опущены. То есть, их можно опустить там на сантиметров 10, например, да, если там совсем все плохо. Трапециевидные мышцы. Вот. То есть, мы теряем мобильность плечевого пояса, верхнего плечевого пояса. Из-за того, что тратим бестолковое время на всякую там качалку непонятную, вот и непонятно для чего. Вот. Поэтому делать ее не нужно. Только сейчас только работаем на нижние порции трапециевидной мышцы, только то, что у нас сводит лопатки назад. Поэтому качаешь раги, вы только лишь, скажем так, похороните свою тягу. Далее. Сумо нужно ставить, это точно сам популярно. Сумо нужно ставить ноги под диски, то есть под самые края. Амплитуда же меньше будет, значит больше потянешь. То есть, у нас все люди как всегда думают, чем меньше амплитуда, тем легче тянуть. На самом деле, нифига подобного. Опять же, в зависимости от антропометрии все будет интересно подгоняться, то есть по ширине постановки ног. Даже не обязательно, ты можешь сидеться на шпагах. Вот. И ты можешь прям поставить ноги прям под края, таз прям подвести прям плотно к проекции штанги. Вот. Но тяги никакой не будет, потому что антропометрически у тебя будет корпус переваливаться вперед. То есть, никакой тяги не будет. Поэтому нужно под антропометрию все подгонять, чтобы в случае всех выгодных углов у тебя плечо все время было над штангой. То есть, будет проекция все было. Поэтому это неприменимо ни в каких ситуациях. Вот. Не антропометрически, а еще бы, ну, то есть, например, в случае мобильности, то есть, как ты можешь поставить ноги под края, если ты там вообще дерево, то есть, значит, полнейшее. Вот. У тебя колени будут валиться вовнутрь, и вовнутрь, и вперед. Ты будешь все время себе драть голень. Ну, и рано или поздно тромируешь также себе колени. Вот. Короче, и будет смотреться не очень. Вот это самое, больше все беспокойка смотрится не очень. Все должно смотреться профессионально. Есть такой девиз в фитнесе. Итак. Так же, не менее популярно. У тебя проблемы с затягом с низ высоких плинтов. Что пишет голень перпендикулярно полу? Голень должна быть перпендикулярно полу, только лишь с умом. Вот. То есть, классики нет. Не обязательно. Так. Про проблемы с затягом. То есть, все решают проблемы с затягом. Это тяга с плинтов. То есть, так принято. Знаешь, там, дед учил, прадед учил. Тренер, тренер-тренера и тому подобное. То есть, так принято. Проблема с затягом у кого возникает? Кто тянет горбом, по сути дела? То есть, как правило, в 99,9% случаев, то есть, если тянешь с ровной спиной, то у тебя проблема со срывом. Будь то классика, будь то сумо. Вот. Проблема с затягом у тебя не возникает. Просто даже физиологически. И физиологически, и физически. То есть, у тебя получается, чем выше ты поднимаешь, тем, получается, мы больше распрямляемся. Рычаг силы уменьшается, в крутящий момент уменьшается. Мы избавляемся. Чем выше мы поднимаем, мы также избавляемся от перерастяжения мышц. То есть, мышцы у нас более комфортное положение применяют. Принимают для сокращения. То есть, чем выше мы находимся, тем тянуть нам должно быть легче. Так как у нас получается, что, например, мы выше поднялись, но поднялись горбом. А разгибать у нас подночник, у нас в перерастяженном состоянии. И попробовать теперь потом уже разгибать. Вот. Поэтому тяга спринтов тебе не поможет. Если ты не научишься держать спину, а как правило мы не держим спину, в каких случаях. То есть, сейчас объясню. То есть, почему у нас организм старается спину округлить, да? Потому что у нас слабые ноги и у нас проблемы со срывом. Хотя все говорят, да, да у меня срыв вообще мощный, просто дотягивайся. Срыв у тебя мощный не только потому, что ты округлил спину. Округлив спину, ты убрал натяжку сеградичных мышц задней поверхности бедра. Вот. Плюс еще, получается, обменял амплитуду коленного сустава на тазобедренную. То есть, у тебя в коленном суставе более выделяю амплитуда. Движение. И в итоге у тебя мощный срыв и вверху на вуаля и тер. Встает. Поэтому нужно работать над силой ног. Вот. И работать над техникой, соответственно. То есть, и учиться терпеть на старте. Всегда будет срыв мертвый. Во-первых, потому что состояние перерастяжения в мышцах раз. Во-вторых, штанга у нас статична. То есть, тебе нужно ее организм на эту точку. Так же, как ты машину будешь, например, толкать. То есть, тебе главное ее толкнуть, чтобы она пошла с места. И все. И дальше, то есть, пошло, пошло, пошло. То есть, то же самое и в тяге у нас идет. Вот. И только движение пошло с наряда. Соответственно, и все сразу идет как по маслу. Так, что еще можно добавить? Как вы думаете? Пишем комментарий, где-то что-то интересное. Постараюсь быстренько озвучить, насколько это актуально. Актуален подсовет. Не загибай кистины. Да, тоже. Только хотел написать про то, что нужно их перпендикулярно держать. Все время, все говорят. То есть, если кисть загнуть, она будет держаться здесь все нормально, комфортно. Если ты сильно загибаешь кисть, если ты сильно загибаешь, она у тебя просто лежит не на ладони, а у тебя как-то на пальце. Это неправильно. То есть, нам нужно держать кисть на ладони, и она должна быть завален. Когда мы держим кисть вертикально, то мы держим ее на перепонке между большим указательным пальцем. То есть, у нас нагрузка идет не туда, а тяже. Она у нас должна лежать. Так, ну и соответственно, когда я говорил про пояс, то есть, чем жестче, то есть, жестко он затянутый должен быть, то же самое, это применимо, соответственно, и к тяге. Вот, почему без пояса, ну это не по теме. А, кто пишет, какая длина у меня рук и голени? Длина голени такая же, как и длина бедра. Длина рук не такая же длина, как вы думаете. Ноги не такие уж короткие. То есть, ну, это обычно стандартный тропометр универсальный. То есть, у меня, в принципе, плане. То есть, моя гибкость, получается, мобильность плюс моя тропометра дает мне вот реально самые оптимальные углы во всех трех движениях. Почему говорят прогиб в спине, но не прогиб в грудном отделе? Прогиб в грудном отделе, как я уже говорил, практически невозможно добиться. При осевой нагрузке особенно. Вот, то есть, максимум ровный. Вот. То есть, если у нас, например, физиологически лордоз в поясничном отделе, соответственно, мы его, нам вот так же будет легче, соответственно, усилить. А грудной отдел у нас, как правило, его легче. И после усилия, то есть, как у лица. Как понять, как максимум, а, как определить натяжение ремня? Должно быть комфортно. Вот. То есть, ты не должен приютнуть там спустя полгода там к болям в ребрах и тому подобное. То есть, ты его одел, и он должен быть комфортно. И чтобы не болтался, соответственно. Так, качать шраги для присты тоже не надо. Так, это самый популярный, да, тучи разобранных. Конечно же, далеко это не все. Также есть еще супер-мега-крутые советы в кавычках и в плане питания. Я уже там про фармакологию и тому подобное. Фармакология там вообще есть супер. Даже крылатые выражения, типа там, суд без метана, деньги на ветер и тому подобное. Вот. Поэтому об этом, может быть, мы расскажем позже. А пока мы едем дальше. Мне хотелось бы пожелать, чтобы вы берегли себя и поменьше уменьшили. Особенно, если вы точно не знаете 100% достоверность информации. Напоминаю, что вопросы, сейчас вы в чате посмотрите вопросы. Вопросы все в самом конце. То есть у нас есть графа в правом верхнем углу «Вопросы». Там вы можете их писать, вот, то есть с целью, чтобы не забыть. Вот. И потом открыть, прочитать и, если что, озвучить их повторно в чате. Когда у нас уже пойдет прям ответ на вопросы в конце. Так, все замечали, что бывают уникальные результаты, а бывают и нет. Я думаю, все, да, обращали внимание на то, что кто-то добивается, кто-то Эдкоун, а кто-то, не знаю, Вася из соседнего двора с жимом 30 килограмм. Кто-то на себе заметил. Есть такое. Ну, активнее, активнее отвечаем. Так, я Вася из соседнего двора. Гениально. Да, есть такое. Итак, само собой, я думаю, многие понимают, почему это так. Вот, потому что, когда мы перейдем к формулу, формула успеха, вот, то есть после нее уже будет более понятно, почему-то. Во-первых, это генетика, само собой. То есть от нее никуда не деться. Вот, потому что кто-то рожден поднимать, как говорится, а кто-то нет. И выше головы, как бы это плохо не звучало, порой не примешь. Вот, что же делать у нас новичку? Что же делать новичку? Слушать внимательно умных людей реально, чтобы избежать наших ошибок. Избежать тех травм, которые мы в свое время заработали. Избежать, скорее даже не избежать, а именно сэкономить, скажем так, время для достижения своих результатов. Потому что порой, вот, например, к моим результатам, да, которые сейчас у меня, которых я достиг спустя 13 лет, вот, даже чуть побольше, 13 с половиной, вот, то есть я мог бы к ним прийти намного быстрее. Вот, но, как говорится, путь у всех тернист, поэтому лучше поздно, чем никогда. Да, вот, поэтому я считаю, что к этим результатам можно было мне прийти, например, там, лет за 8, за 9, если я не был дебилом бы. Не думал, что все зависит от спортсмена, от тренера ничего не зависит. Вот, и не занимался самодеятельностью. А занимался самодеятельностью практически 7 лет. Представляете, сколько времени было потеряно просто впустую? Вот, то есть это половина спортивной карьеры. Так, и сразу же я ответил, да, то есть почему мы вас обучаем. Вот, опять же, чтобы вы не повторяли наших ошибок, наступали на те же грады. То есть у меня, не знаю, вот, например, представьте, вот я, например, себе, да, представляю. То есть, например, какое-нибудь там у нас соревнование проводится международное, да, какой-нибудь там турнир у Сарычева, там, или у Лужневского. Вот, опять, сейчас мы, в принципе, все вместе сотрудничают. Вот, выступает там сборная, не сборная России, например, российские спортсмены, и выступают, например, иностранцы, да. И вот выходят, например, наши, и вот наших было бы видно не по флагу, там, не по языку, на котором они разговаривают, да, по технике выполнения. То есть, вот, если бы вот все наши, например, да, хотя бы там 90% из выступающих бы выходили на помост, делали все красиво, технично, ну, блин, вообще было бы круто. То есть, почему, например, вот всегда приятно смотреть, например, за синхронным плаванием, да, сборной России, но они реально вот прям не то, что на голову, они 100 голов, блин, выше своих конкурентов, и они реально показывают вещи. Вот, хотя там также, то есть, помимо техники, и генетика также влияет роль, то есть, и та же задержка дыхания под водой, то есть, она и тренируется, но и не каждому данному, то есть, каждому усиливать эти объемы тренировок. Просто я все к чему, что хочется, чтобы все люди были грамотными, были здоровыми, и делали все четко, красиво, чтобы было приятно смотреть и приятно реально наблюдать на соревнованиях. Они вот так вот просто, что он, блядь, делает вообще, и вот так вот там, оп-оп-оп, и закрываешь там глаз, потому что реально, блядь, порой без слез не взглянешь, а что кто-нибудь тянет горбом, а вроде тянет горбом один человек, а свина почему-то влияет у тебя при виде всего этого. Поэтому, вот это как бы моя небольшая мечта, хотя бы только лишь поэтому хочется людей обучить. Так, в первую очередь, чтобы информация, так, да, это то, что как раз, помимо той мечты, которую я вам озвучил, хочется, то есть, вас учить по тому, чтобы информация была для вас доступной, была правильной, потому что у нас есть куча ложевой информации, вы знаете, как вы тоже понимаете. и сталкивались с этим, то есть, информацию нужно уметь еще и фильтровать. Фильтровать ее, само собой, умеет только тот, кто знает эту информацию, то есть, его деятельность и достоверность. Поэтому мы уже все отобрали, все подготовили, своего, добавить своей информации, то есть, свои доработки, если, вот, причем доработок больше, чем просто, скажем так, позаимствованные информации. Вот, поэтому лучше давать сразу качественную, проверенную информацию, дабы избежать всяких неприятных ситуаций, например, как травмы. Итак, что же вам выбрать? Я думаю, каждый же для себя сделал вывод, то есть, либо советы, доброжелатели в кавычках, вот, либо знания опытных людей. Этот вопрос, соответственно, для вас. Пишем в чат, отвечаем, что бы вы выбрали. Дальше бесплатно собирать советы, либо все-таки выбрали бы знания опытных людей. Вот, потому что эти, хотя опытные люди тоже бывают, говорят чушь. Вот, и я какое-то время тоже не всегда говорил умные вещи. Но благо, времена меняются, у меня все стоит на месте, в том числе и я. И старался развиваться, все узнавать, и тому подобное. Так, что еще? Отвечаем, отвечаем. У нас количество участников еще пополняется, наверное, благодаря моему инстаграму. Вот. Поэтому хотелось больше активности в чате. Так, а пока вы там еще думаете, хотя я думаю, здесь думать вообще не над чем. Вот, вопрос больше должен быть риторическим. Мы едем дальше. Итак, каждый мечтает тренироваться с кем-то. То есть, с кем-то это либо какой-то тренер, кто-то хочет там тренироваться под руководством шейков, кто-то хочет тренироваться под руководством какого-нибудь там своего кумира и тому подобного. То есть, любимого спортсмена, либо просто там, не знаю, какой-нибудь там блогер. Это такие бывают, у нас тренировательные блогеры. Вот. Но, как правило, в таких ситуациях у нас как получается? Либо этот кто-то живет не в вашем городе, а порой даже не в вашей стране. Бывает, что и просто не получается построить свой график. То есть, именно состыковать график, получается, тренера и свой собственный. Вот, по причине, например, той же самой работы. То есть, у кого-то работа, у кого-то еще какие-то ситуации. Вот. А в онлайн это реально, как оно оказалось, и это все работает. Поэтому, это самая оптимальная модель, чтобы получить знания профессионалов. То есть, чтобы нам хоть как-то вам помочь, мы поэтому и делаем то, что мы сейчас делаем. Так, перед тем, как перейти к формуле успеха, вот, еще раз, то есть, напомню, да, то есть, почему так, почему онлайн проще? Вот. Ну, во-первых, именно онлайн обучить, а не онлайн тренировать. Вот. То есть, у меня в свое время, пока личку не закрыл, куча всяких вопросов, летела по поводу, ну, то есть, вообще сообщений. Сколько стоит мне тренироваться, можно ли тренироваться, то есть, онлайн, не онлайн, и тому подобное. То есть, онлайн я не тренирую, вот, то есть, по причине, а их не одна. Вот. То есть, во-первых, это геморрой, на самом деле, тренировать онлайн. Это очень трудоемко. Вот. То есть, проще тренировать людей, конечно же, в зале. Вот. То есть, прям, напрямую с ними контактируя. То есть, объяснять человеку, там, на пальцах или по скайпу, да, например, там, сделая то, сделая это. Вот. Еще и там, то есть, все время, там, просить его, там, ракурс там другой сделать, еще там что-то. Это реально, но это очень тяжело и трудоемко. И поэтому, не знаю, мне проще людей обучить этому. Вот. То есть, как контролировать, то есть, не как контролировать, а как, получается, редактировать свою технику. Вот. То есть, под какими ракурсами снимать, на что обращать внимание и все тому подобное. Ну, соответственно, там, от чего, то есть, от техники, да, например, от всех нюансов подталкиваться, какую подбирательную подсобку, обладящие упражнения. Вот. Как эту подсобку включать, где она применима, где она неприменима, как дозирать и тому подобное. То есть, проще для меня и проще для вас. И выгоднее для вас. Это будет просто обучиться. Вот. И далее применять свои знания. На себе, на учениках. Если у вас их нет, может, они у вас появятся. Вот, потому что некоторые люди... Сейчас, секундочку. И поэтому мы сейчас перейдем к формуле успеха. Как я говорил, то есть, когда мы перейдем к формуле успеха, все будут уже более-менее понимать. То есть, почему бывает, как я говорил, уникальные результаты, а бывает нет. Итак, самое первое. Это цель. Она же мотивация. То есть, если у нас нет мотивации, то есть, у нас нет цели, у нас не будет мотивации. То есть, тренироваться, двигаться дальше и тому подобное. Особенно, если, например, у нас травмы есть, то в таких ситуациях, как правило, хочется все бросить, послать нахрен и уйти домой. Вот. Поэтому цель, без цели мы никуда не будем двигаться. То есть, без цели у нас не будет мотивации. Соответственно, цель у нас стоит на первом месте. Вот. Поэтому ставим цели, идем к цели. Видим цель, идем к цели. Вот. Далее. Это тренировки. То есть, как вы будете пахать. И пахать надо тоже грамотно. Вот. То есть, от тренировочного процесса. Как составлен, кем составлен. Вот. То есть, как вы его выполняете. Насколько ли все грамотно. И тому подобное. То есть, план может быть одним. Выполнение может быть другим. Вот. Поэтому, от тренировочного процесса и от качества тренировочного процесса. Вот. Так же будут зависеть ваши результаты. По-моему, это вообще банально. Все понятно. Это генетика. Как я и говорил. Кто-то рожден поднимать. Кто-то нет. Кто-то, блин, кружку держит двумя руками до сих пор. Вот. Поэтому. Про генетику не стоит забывать. Как раз последний вебинар. Чуть не вебинар. У нас был по теме как раз генетика. В спорте. Я ему все подробно рассказал. Что, да, как и почему. Поэтому, да, не забываем про вас у соседнего двора. Который жмет 30. Ко ты жмешь, например, 100. Потом, что он жмет 30 спустя погода тренировок. Ко ты жмешь 100. Первый день перейдя в зал. Вот. Поэтому генетика – это тоже очень решающий фактор. Питание. Питание, оно уже среди самых последних. Потому что даже на своей практике, да, я скажу, что я питаюсь как не знаю кто. Результаты я почему-то еще показываю. Вот. Но питание – это тоже тот момент, тот нюанс, за который можно зацепиться с целью реализации больших результатов. Поэтому про питание не нужно забывать. И постараться питаться правильно. И не только с целью высоких результатов, но и с целью вашего же здоровья. Шверма три раза в день. Тоже неплохо. И восстановление. То есть, любая работа. То есть, с восстановлением у нас идет как раз таки рост результата. Не когда мы тренируемся и напахиваемся, а после восстановления. Вот. То есть, после восстановления мы получаем результат напаханного получается. Вот. Поэтому восстановление тоже очень важный факт. Его нужно планировать. То есть, восстановление может быть разным. То есть, не восстановление, а не отдых. То есть, может быть активным, может быть пассивным. Активный отдых он тоже должен быть. Вот. Активный отдых он как раз таки голову раздружает очень хорошо. Потому что у тебя, например, активный отдых – это не тренажерный зал. То есть, сами понимаете. Такие, например, лыжи покататься там куда-нибудь. смотаться с друзьями на природу, там еще что-то. Выдышать свежим воздухом, сменить общую обстановку. Например, если лыжа, то, например, тоже живет спортом, но уже другой. То есть, как-то отвлечься, отдохнуть, вообще шикарно. Вот. И в сумме всех этих факторов мы получаем результат. Что-то писает. Что я хотел это сказать. Поэтому, как я и говорю, бывают уникальные. Результаты бывают и нет. То есть, если ты, как правило, человек с папогенетикой, это когда соблюдаешь все нюансы. То есть, у него там есть цель, есть то есть, грамотный подход к тренировкам, очень круто питается, все восстанавливается. Как правило, человек с папогенетикой, то есть, это не знаю, получается, это вот формула именно для спортсменов, скорее всего, больше сборника подходит. То есть, именно, чтобы реально все это соблюсти. Вот. То есть, это, как правило, нужно находиться на сборах и посвящать себя только лишь спорту. Вот. Но если ты плохой генетик, то ты, вот, например, чисто теоретически, ты в сборную не попал, вот, то есть, соответственно, у тебя и восстановление не то, потому что ты посвящаешь уже жизни, спорту, например, о работе, там, еще чему-то. Да, может, пошел помпиво пить. Вот. Поэтому у тебя не восстановление, мотивация пропала, цели уже тоже все развеялись. Вот. И ты снова идешь сжать 130 кг. Так, кто загорелся идеей? Пишем в чат. То есть, кому интересно все это? Узнавать новое, применять все это на практике. Чути пиво. Пиво, например, иногда можно. Но иногда. Активнее, активнее, активнее. Пиво, можно. Так, отлично. Также, кто пришел сюда работать на результат? Кто сюда пришел именно с целью получить знания, с целью повышения своих результатов? Чуть, кстати, умнее. Станешь умнее, станешь сильнее. Делиз нашего проекта, скажем так. Ну, уже активнее, активнее, активнее. Рассказывай быстрее. Сейчас постараюсь все рассказать, не переживай. Отлично. Отлично, отлично. Так, самое главное, как я уже говорил, это наши цели. Почему я уже рассказал, что эти цели нет мотивации? Ну, конечно же, логичный вопрос, да? То есть, почему все еще не знают этого, то есть, да, какую-то мы готовим информацию, знания, обучение, тому подобное. почему всего этого еще нет? Вот, то есть, в общем доступе. Ведь куча всякой бесплатной информации в интернете и тому подобное. То есть, поэтому у некоторых задается логичный вопрос, да? Вот, то есть, на самом деле, это информация, как я уже говорил, дофига, но нормальная толковая информация, во-первых, ее очень мало, а во-вторых, нужно ее уметь фильтровать. То есть, куча есть всяких подводных камней. То есть, нормальная информация, там даже 10% останий не наберется, на самом деле. Вот, как я говорил, да, поэтому есть много всяких подводных камней, поэтому, дабы вас от них избавить, мы вам даем уже готовую информацию, отфильтрованную, проверенную. Вот. Конечно же, мы не отказываемся от того, что обойтись без тренера возможно, то есть, ну, конечно же, обойтись без тренера невозможно, вот, но можно стать себе тренером. Не самое идеальное развитие событий, но я считаю, что в данном случае это самый оптимал, потому что нормальных тренеров по пальцам пересчитать. Вот уж я, так сказать, их уже повидал, то есть, ну, помимо того, что сам у кого-то тренировался, кучу видел тренеров, например, своих коллег, то есть, например, по сборной, когда сборная выступала, вот, и пообщавшись, то есть, насмотревшись именно на их подходы, там, то есть, тоже можно делать выводы. Хотя в IPF реально самый грамотный тренера, то есть, не легенды, не сказки, вот, и никто, то есть, таким образом не приводносит этих, потому что реально, то есть, там все время опыт, 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 всегда работа со сборниками. Вот, поэтому, да, то есть, тренировка с тренером, она самая лучшая, вот, но так как тренеров очень мало, и тренера, к сожалению, в каждом городе их нет, вот, лучше для себя стать, стать сам себе тренером, скажем так. Так, напишите, пожалуйста, два самых глупых совета, у нас мы сегодня об этом все и говорим, которые помешали вам достижение своих целей, тренировка, кто-то вам что-то сказал, например, а там, не знаю, наоборот, приседай там с вертикальной спиной, коленями вперед, там, и все будет круто, у тебя спина будет оживая, про тренинг ничего не сказал. Вот, либо там в тяге, там тоже тени горбон, так эффективней, так куча всяких, не знаю, советов может быть, поэтому пишем, пишем, пишем. Таз назад, ноги швили. Да, все, подряд саму собрал. Хотел наставить, хотел сделать как лучше, а сказал, блин, как говорится, сделал, как всегда, блин. Так, хочешь, ты можешь картенировку жми свой максимум, вообще гениальный. Всегда забыл про это написать. Сни горбон, главное собрать. Да, то есть, когда тянешь горбом, и тебе главное собрать, ты, наверное, думаешь, что пишешь об этих соревнованиях, и даже чуточку вперед не заглядываешь. О, что эти соревнования могут быть для тебя последними. Говорили, что спину старовую, если буду тянуть без пояса. Ага, шикарно тоже, гениально. тут всякие рифмы, прикольные, тоже пишет. Так, да, в принципе, все правильно, тут пишу, самое распространенное. Вот, большое пузо будет, так же мне пишут трансляции. Тянуть с лямками, а потом медленно переходить на простой хват. Хват лучше, самый лучший совет. Кстати, это я говорю, что тянуть с лямками, а потом медленно переходить на хват. То есть, немедленно, где-то за месяц до соревнования, то есть, вот иконечку на небольших писах не включать. Это мой совет. не был вновь, считаешь, что ты не делаешь шикарно? Вообще не читал. Вот так. Все, дальше вопросы уже пролистались. С бутса вытянешь больше. Нет, бутса, Нормальная вещь. Смех смехом. Вещь необходимая. Оттяги геморгуют. Скорее, это геморрой у нас от сидящего образа жизни. Вот он был доказан. То есть, как правило, больше туда сположены всякие офисные работники и тому подобное. То есть, тот, кто свою жопу отторвать не может ни от чего по разным причинам, либо по причинам работы, либо по причинам лени. И как раз такие геморрой. У меня к вам большущая просьба. А именно, останьтесь только те, кто пришел сюда за результатом. Останьтесь только те, кто давно хотел стать умным спортсменом и мечтал получить действительно ценные и полезные советы. Остался? Я остаюсь. Потому что дальше будет информация только для тех, реально нужны знания, кто реально хочет результат. Несмотря ни на что. Итак, бонусы у нас. Также у нас есть бонусы, о которых я говорил. Бонусы у нас будет после эфира. Вот. Также у нас есть группа ВКонтакте и в Фейсбук и в Инстаграм. Пишите нам в группу. Кстати, у нас будет сейчас в скором времени сделан пост в Инстаграме. И там вы можете оставить свои комментарии под постом. Вот, что вам понравилось. Может, кто-то напишет наоборот, что-то не понравилось или скажет «Пошли вы нахрен со своими школами и вебинарами». Вот. Без вас все знаем, все умеем, практикуем. Вот. И все. Поэтому вы нам также нужны со своими комментариями, со своими может быть даже советами. Кто-то, может, что-то хотел как-то дополнить, что-то еще. Видит какой-то более там длинной формат возможно наших вебинаров. Поэтому вот они, ссылки. Также вот они у нас вылезли в комментариях в чате. Вот. То есть, можно будет напрямую по ним пройти. Так, вопрос. Внимание, вопрос. Кто хочет через один месяц самостоятельно строить свой тренировочный процесс, тратить меньше времени и денег на тренировки и добиваться поставленной цели. Кто-то еще успел прочитать раньше, чем я сказал. Вот. И стали отвечать. Так, ага. Кто еще, 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 еще. Кстати, очень рад, что у нас после отсева народа, то есть, который попросил ввести кому-то знания не нужны, не важны. уйти. По-моему, у нас все участники так и остались. Да, даже стало больше. Все хотят, но стесняются. Чего стесняться? Ну, кого-то у нас нужно там, не знаю, содержимое штанов своих показателей, чтобы попасть не знать в группу обучающего. Так, и так, онлайн-школа «Строн-бай-Строн». У нас получается, запускается уже понедельник, то есть, 5 февраля онлайн-курс «Умный пауэрлифминг» от 0 до 4 сот. Подложительность курса от 1 до полутора месяцев в зависимости от пакета. Так, что же входит в наш курс? Это 3 вводных онлайн-урока до начала основных модулей. 8 онлайн-модулей интенсива, а точнее, 7. Выполнение домашних заданий ежедневно, то есть, это самое важное. У нас домашние домашние, я объясню потом, почему. Экспективный доступ в закрытые сообщества, мессенджеры и закрытые группы. Дополнительные онлайн-занятия в мини-группах 3-4 человека с доверенным экспертом, куратором, с онлайн-ответами на вопросы. Введение куратором, проверка домашних заданий с видеоотчетами ежедневно. Ну, это не совсем ежедневно, а сразу, то есть, после выдачи каждого модуля. Вот. Мастер-майн-сессии с куратором программы вопрос-ответ, мастер-майн-сессии с экспертами. То есть, мастер-майн-сессии это те же, скажем так, вебинары, онлайн-конференции, на которых мы будем отвечать на ваши накопившиеся вопросы. Также, тренинги и курсы это витамины, добавки, что касается травм, профилактика, реабилитация, подготовка к соревнованиям, и в некоторых даже случаях помощь в введении на соревнованиях. Также, что касается экипировки, все, что касается межсезонья. Также, это мастер-майн-сессия психология и мотивация, живые группы могут у него быть с экспертами, личная консультация эксперта, программа подготовки к соревнованиям с травмами, индивидуальная разработка схемы питания от эксперта, участие соревнований с соревновательных мероприятий, проводимыми экспертами. То есть, бывают соревнования, которые мы организовываем в клубе, либо в клубе на открытом воздухе, например, в честь праздников, 1-9 мая, в честь Дни города. Есть возможность на них подуступать, без носа или ничего. То есть, заодно и повеселиться, потому что там реально весело бывает. И по окончанию курса это выдача сертификата о прохождении курса. Но опять же, хочу уточнить, что сертификат получит не каждый. Надеюсь, что получит каждый, потому что, ну, может человек не получить сертификат только в том случае, если он у нас не сдаёт мини-аттестации по отчётным точкам. То есть, человек просто получал информацию, по которой пришёл учиться, но не учился. То есть, как бывает в университете, например, есть люди, которые приходят учиться, там отличники, потом, не знаю, становятся там успешными, не знаю, там врачами, сзади архитекторами, ещё там кем-то. Вот, а тот-то пришёл, там, и в худшем случае, там, на первом же семестре его отчислили, вот, либо там сам ушёл, либо там кое-как, там, отучился своих пять лет, сдал там на троечку, там, и слава богу, диплом получил для галочки. То есть, здесь получается такая же у нас схема. То есть, получает только тот, кто учился, кто усвоил информацию и знает информацию. Вот, а просто серия, знаешь, смотришь книгу, видишь фигу, то есть, она везде, как бы, эта ситуация применима. Вот, и поэтому, то есть, потом говоришь, типа, вот, да, ваша там, школа говно, я ничего там, не понял, ничего не спринансировал, это будет только битвиш о том, кто так учился. Вот и все. Так, в нашем курсе собрана самая максимальная, самая информация, то есть, самая ценная, максимально ценная информация для достижения ваших целей. Так, как проходит обучение? Видео и текстовые уроки, разделенные на модуле. Вот, далее, выполнение домашних заданий, то есть, после каждой выдачи модулей. То есть, без них мы дальше не идем. То есть, как я говорил, что, если вы приходите за знанием, приходите учиться, вот, то есть, должна быть обязательно проверка домашек, то есть, выполнение домашек, соответственно, с нашей стороны выполнить, с нашей стороны проверка домашек. Вот, то есть, благодаря им мы будем вас, соответственно, направлять, то есть, в том направлении двигатель, потому что это, как правило, будет по техническим аспектам домашних, то есть они самые важные. И тут нужно будет, чтобы все понимали, двигались в нужном направлении, поэтому она должна быть обязательно. То есть ее должны выполнять, чтобы нам было что проверять. Также мастер-мансиссия, о чем я говорю, онлайн-консультации, живые тренировки с экспертами. И получается в закрытом сообществе люди будут у нас состоять. Это школа аллергия на слово «домашка». Только там тебе ни ту двойку не поставят, и там дневник не пишут замечания, и не перед этим тебе будет отчитываться, кроме того, кто перед самим собой. А в школе ты все время боялся, что тебе в стык ставят родители. Поэтому тут как бы нам по-другому не скажешь. Что там, день самоподготовки, это как бы не подходит к триминологии. Итак, далее. Состав модулей. У нас модули – это приседания, жемлежа, становая тяга, растяжка, питание, план тренировок и психология мотивации. Так, и, соответственно, сами разделы. То есть в каждом модуле есть разделы. Это общая информация, подсобка, технические особенности и нюансы. Ну и девиз нашего, один из девизов нашего обучения – это учимся, внедряем, учимся, внедряем. То есть без внедрения нашей информации, то есть, ну, нафиг она нужна. То есть мы, получается, информацию получаем, а никак ее не применяем на практике. Итак, кто готов, не зная цены, прямо сейчас запонировать себе место в онлайн-курсе и идти с нами до результата. Пишем «Готов» в чате. Да, здесь есть люди, которые уже давным-давно с нами, ведут запуска первого потока курса. Он уже стартует, уже вот-вот-вот. Ну же, ну же, ну же, активнее, 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 активнее. По поводу цен тоже. Не знаю, если я бы сказал бы, например, написал бы. Вот кто готов? Вот у меня есть таблетка одна, которую выпиваешь, тянешь 500, приседаешь 500 и жмешь 350. И никто бы про цену бы вопрос даже не написал. Сказал бы, я бы готов все бабки найти, там, занять, перезанять, там, сколько там, тысячу, вот там, 100 тысяч, 200 тысяч, миллион, там, я найду, я куплю. Ну, главное, что это вещь крутая, и, вот, то есть тут, как бы, поверьте, цена очень даже, как бы, объективная, то есть более чем объективная цена за обучение. Итак, состав пакетов. Это три вводных онлайн-урока. То есть, получается, первый пакет у нас, минимальный пакет, интенсив старт. Вот, в него входят три вводных онлайн-урока на начало основных модулей. Также, восемь онлайн-модулей, почему-то до сих пор в презентации не исправлено. Исправим, семь онлайн-модулей. Выполнение домашних заданий. После выдачи каждого модуля. Также, скользин доступ до критерства общества в мессенджерах, закрытых группах. Контрольные точки с видеоотчетами, с проверкой их куратором. То есть, день знакомства и после каждого модуля. Одна мастер-майн-сессия с куратором программы в формате вопрос-ответ. Одна сессия с приглашенным экспертом. Тренинги и курсы. Выдачи сертификата о проходении полного курса. То есть, все помнят, что я повторяться не буду. То есть, при каком условии выдающийся сертификат выдается по окончанию курса и при каких условиях он, соответственно, не выдается. Итак, следующий пакет. Это профи. В нем также входят, то есть, три вводных онлайн-урока. Это начало основных модулей. Семь онлайн-модулей интенсива. Выполнение домашних заданий ежедневно. То есть, после выдачи каждого модуля. Скользин доступ в закрытие сообщества. То есть, основная шапка у нас та же самая, что старт интенсив. Введение куратором проверки домашних заданий с письменными и видеоотчетами ежедневно. И вот основное отличие – это вместо одной две мастер-майн-сессии. То есть, здесь как бы больше нашего участия. То есть, там была одна мастер-майн-сессия, здесь две мастер-майн-сессии в формате вопрос-ответ. И также две будут онлайн-сессии с приглашенными экспертами. Также у нас будет по разделу тренингов и курсы. И также у нас еще есть бонусы. Это мастер-майн-сессия психологии и мотивации. Участие в соревновательных мероприятиях, проводимых экспертами. Живая группа, тренировка с экспертом. Вот, то есть, там будет 3-5 человек в группе, которые приедут ко мне в зал и будут тренироваться, задавать вопросы параллельные и тому подобное. Доступ в закрытое сообщество на 3 месяца после окончания курса. Также выдача сертификата о проходении полного курса. И третий пакет, это VIP пакет. Также у него входит, то есть, получается, та же основная шапка. Три вводных онлайн-дорога на начало основных модулей. Семь онлайн-модулей интенсива. Выполнение домашних заданий. Эксклюзивные доступы в сообщество. Дополнительные онлайн-занятия в мини-группах. В качестве человека с древним экспертом, куратором, с новыми ответами на вопросы. Введение куратором проверки домашних заданий. Списанное видео, отчетное ежедневное. Уже не две и не одна, а три мастер-майн-сессии с куратором программы вопрос-ответ. Три мастер-майн-сессии с приглашенными экспертами. Также раздел тренинги и курсы. И куча бонусов. То есть, чем круче пакет, тем напоминает больше нашего участия. Вот. Бонус. Мастер-майн-сессия в психологии мотивации. Три живые тренировки с экспертами. Причем онлайн. То есть, индивидуальные тренировки. То есть, не групповых, а, скажем так, один на один. То есть, спастный тренер. Индивидуальная разработка схемы питания от эксперта. Личная консультация эксперта по Skype 30 минут. Вот. То есть, скажем так, это для особенных, для одаренных, скажем так, вот, возможно, и для кого-то, ну, это будет пакет. То есть, кто думает, что той информации ему будет мало, и он, то есть, благодаря этому пакет точно все усвоит. Либо просто есть люди, которые, например, ну, да что я, блин. Это как, например, как в самолете, да, вот тоже летает эконом-классом, кто-то там бизнес, кто-то первым классом и тому подобное. То есть, вот. И для него как-то взять не VIP, тоже как-то не камельфой. Поэтому. Так, едем дальше. Программа подготовки к соревнованиям с травмами, участие в соревновательных мероприятиях, проводимых экспертами. Доступ в закрытое сообщество на 3 месяца после окончания курса. И, конечно же, по окончанию курса, выдача сертификата, поведение полного курса. Даже если ты был в пакете VIP и проколявил, сертификат человек не получает. Вот. Итак. Если вы из другого города или другой страны. То есть, есть у нас люди, кто из другой страны, либо не из Москвы. То есть, понятно, что эти люди есть, и вас немного. Меня больше интересует, кто у нас не из России здесь. Тут, кто из Украины, Казахстана, возможно. Бывают и из Соединенных Штатов. То есть, у нас есть люди, кто приобрел пакет из США. Беларусь. Мурманск, это вообще в жопе. Но это Россия. А Соколин не в жопе, мне интересно. Интересно, откуда как-то все считают. В жопе или не в жопе. От Москвы? Или там, или откуда вообще? Рядом. Иркут. Ну, то, что когда рядом, это вообще хорошо. То есть, с человеком будет удобно работать. То есть, не будет проблем, например, ему приехать, например, если у него какие-то профили для VIP-потренироваться, задать вопросы и уехать. Довольным. Уставшим, но довольным. Сита Соколина Москва в жопе. Вот, все верно. Так что, я не раньше жил в жопе, а сейчас в Москве. Я знаю, где. Итак, через две недели вы знаете, вы уже будете знать, что в технике не так, куда двигаться дальше. Через три недели, а это еще, то есть, через неделю, вы готовы к составлению тренировочного плана. И по итогу обучения вы уже самостоятельный спортсмен. Я надеюсь, то есть, если ты все делал, работал, учился, усваил информацию, то итог у вас на экране должен получиться. Итак, для пакета VIP две дополнительных недели у нас дается, потому что у нас куча бонусов и люди не успеют все усвоить, иначе случается будет хач в голове. Им нужно успевать информацию усваивать, домашки выполнять еще и к нам приехать потренироваться или еще что-либо. Поэтому на VIP покидается еще дополнительные две недели для индивидуального закрепления знаний. И также обязательно сдача трех промежуточных экзаменов. контрольные точки по которым мы будем смотреть. То есть как вы все усваиваете и применяете. И так столько же это может стоить. Это можно узнать зайдя на сайт. И так вот на ссылку. Можете зафотать за скринт или еще что-то. Делать и так полная стоимость онлайн-курса. Это пакет интенсив старт 15 тысяч рублей, профи 22 тысячи рублей и VIP 45 тысяч рублей. Так как я говорил что у нас в конце вебинара будут бонусы у нас будет скидка 15% которая будет сочинить двух суток. И с учетом скидки теперь интенсив старт на 112,750 профи 18,700 и VIP 38,250 Те кто были у нас на прошлых вебинарах скидка была больше. То есть мы сразу говорили что чем ближе к началу курса тем скидка будет меньше. Ну естественно потом ее не будет вообще. Напоминаю то есть именно сейчас отличия в пакетах я на этом акцентирую внимание на отличиях это в интенсив старт у нас одна мастер-майн сессия с куратором программы формате вопрос-ответ одна сессия с приглашенными экспертами и вытащить сертификат оправления полного курса. Профи две мастер-майн сессии они одна с куратором формате вопрос-ответ две мастер-майн сессии с приглашенными экспертами бонусы мастер-майн сессия психология мотивация то есть отдельный вебинар, поэтому будет по этой теме. Далее, бонус участия в соревновательных мероприятиях, проводимых экспертами, пожилая групповая тренировка с экспертом, доступ к закрытию сообщества на 3 месяца после окончания курса, то есть в сообществе не только лишь на время обучения, но и после. И выдача сертификата о прохождении полного курса. Напоминаю, что в закрытом сообществе будете находиться не только вы, но и мы, по возможности где-то отвечать на ваши вопросы, или там кто-то, кто будет вам помогать, например, если даже есть люди со своими советами, без этого никак. И где-то все-таки, если будут какие-нибудь вредные советы, вот, сейчас, секундочку, сейчас, секундочку, пардон. Поэтому, получается, как в школе, например, или в универе, у нас бывает, кто-то хорошо учится, кто-то плохо, кто-то лучше ставит информацию, кто-то хуже, и там, например, многие просят, помоги мне там с математикой, помоги мне там с тем-то. То есть, вы также можете все свои вопросы задать и все свои, озвучить мольбы о помощи, вот, в группе, и неравнодушные люди вам ответят. Вот, и свободные мы, если на тот момент будем. Так, это живая групповая тренировка, доступ в закрытые сообщества, о чем я говорил, и по окончании также выдача сертификата, прохождение полного курса. Зависло, как-то курс не ведет, как-то изображение подвисло. Так, все видно, все слышно, да, или нет? Я здесь на связи, надеюсь. Пишем плюсики, если слышно, ага, все, да. Одно, да, есть, значит, все нормально. Итак, и отличия с VIP. Тут расчетные сплошные бонусы. Куча, получается, совместная работа, то есть, с нами. То есть, получается, тут мы практически напрямую работаем с людьми. Итак, что же у нас здесь? Дополнительные онлайн-занятия в мини-группах. Три-четыре человека с доверенным экспертом-куратором. Три мастер-маст-сессии. В формате вопрос-ответ. Три мастер-маст-сессии с сплошенными экспертами. То есть, сплошенные эксперты, я тоже хотел бы сказать, что они могут быть любые. То есть, могут быть эксперты, в первую очередь, которые будут по реабилитации. Вот, возможно, по питанию. То есть, мы будем также смотреть, когда у нас будут еще вебинары, вот, например, мастер-мастер-маст-сессии, даже, например, самый там вопрос-ответ. То есть, мы будем узнавать, что вам будет интереснее. Того эксперта по возможности мы и будем звать. То есть, приглашать. Итак, индивидуальная разработка схемы питания от эксперта, личная консультация эксперта по Skype, либо в какой-нибудь другом приложении. 30 минут, который будет длится программ подготовки к соревнованиям с травмами, участие в соревновательных мероприятиях, проводимых экспертами, доступ в закрытое сообщество на 3 месяца после окончания курса. И выдача сертификата, прождение полного курса. Вот, итак, все уже, как бы, да, знают цену и тому подобное. Вот, хотелось бы, например, просто, да, вот говорить, например, по той же себестоимости самого обучения, вот, например, тот же VIP-пакет, да, у нас по стоимости со скидкой там 30 с чем-то там копейками, да. Вот, там ближе к 40, да, например, со скидкой брать, там с небольшой. Ну вот, то есть сколько бы это было бы стоить в реале? Вот, то есть если, например, брать персонал, когда, который стоит, ну, например, московский ценник, например, наши ценники, да, в клубе, то есть одна персоналка стоит там на 2-2,5, в зависимости от частоты посещения, посещения клиента, вот, и персоналка длится час. Вот, и представьте, сколько вам нужно, например, денег, было бы потратить на, вот, то есть все время приезжая, то есть ко мне, да, например, особенно если ты, например, живешь где-нибудь, где, например, ты в Москве, да, я, например, в железнодорожном, вот, тренирую, то есть в области, в Москве совсем заживалась. Я могу сказать, что в Москве ценники еще выше, и 5 тысяч, то есть нормальная цена в классе. Вот, причем будет более, чем рядовой тренер, вот, и, ну, получается, совсем за другие деньги. Вот, а те, что тренировки стоят, например, там, 400 рублей, там, 300 рублей, ну, как правило, тренера такие же, на эту же цену, вот, либо просто к вам, как, относится, не знаю, как, ну, просто вот, народ пришел, за вами смотрит, то есть ничего не подсказывают, не корректируют, то есть нифига, то есть нет никакой работы спортсмен-тренер. Вот, там реально, то есть, блин, по деньгам получается дофига, то есть, например, за те же полтора месяца, сколько потратить денег. Вот, и при том, что, опять же, да, то есть вам за чат нужно и попренироваться, и еще пообщаться, и тому подобное. Вот. Опять напоминаю, да, тоже ситуацию про таблетку, да, то есть, например, если бы кто-то, например, там, какую-нибудь таблетку, там, за фармом поднялся, зная, например, что она бы вам дала бы, там, 50% прибавки к вашим результатам, я уверен, что человек бы, там, блин, и полляма бы нашел ради этого. То есть, если у него реально есть цель, то он, блин, даже убьет ради таблетки. Вот, поэтому, то есть, знание, это, в принципе, я бы сказал, та же самая, как бы, таблетка для повышения результата. Так, стоп, стоп, стоп. Итак, у нас профи осталось 11 человек, было 30, у нас, получается, профи и VAT до пакета, они у нас ограничены по количеству людей. Вот. Осталось у нас 11 человек из 30, VAT осталось 3 человека из 10, поэтому не тормозим, вот, и приобретаем пакет. Вот, далее, сегодня у нас действует расрочка, чтобы забронировать место в группе, можно внести предоплату. Интенсив старт это 3000, профи 5000 и IT 5000. Вот, также пишем у нас в электронках, поэтому, куда у нас скидка будет вопрос, а возникать, вам все ответят, все расскажут. Итак, напоминаю, что цена для самых быстрых скидок 15% действует, да, 48 часов, интенсив старт 12,750, профи 18,700 и VIP 38,250. И также, вот, сейчас, только что, говорят, что у нас есть профи 5 мест и в VIP одно место со скидкой 30%. Вот, так что, внимание, акция. Самые первые люди, кто напишут, то есть первые 5 человек, первые 6, да, кому еще не VIP нужен, напишут, что я хочу скидку прям большими заглавными звуками, то тому она достанется, то есть 5 человек профит на пакет, то есть достанется 30% и VIP один человек. Проскочит со скидкой 30% на пакет. Что, народ, никому 300% за скидка не нужна, что ли? Не видно, не слышно. Денег нет. Окей. И такое бывает. Кстати, у нас VIP пакеты, кстати, и берут, на самом деле живет далеко. У нас взяли с Казахстана, взяли с США. Вот, на самом деле, то есть эти тренировки можно заменить в консультации, без проблем. Поэтому фугаться, что в другом городе ты не сможешь приехать на тренировку, это ничего страшного. То есть иногда, если моя ситуация, ты вернется, где-то, 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 в Москве, там, удобно, то есть время найдем, построим. Это не вопрос. Готов на профи, но купил интенсив. Как заплатить? Это все вопросы, уже по электрону можете задать вопросы. Либо в мессенджерах можете задать вопросы. Ага. В мессенджере есть, да? У нас вообще даже. Так, ну раз. Нет, нет, нет. Здесь, конечно, я уже с нас неслежу. Нет, у нас нет учеников. Так, принимайте решение уже сейчас, то есть у вас времени, то есть говорить о скидках. И до начала курса осталось уже столько у нас. Без сегодняшнего дня осталось 3 дня. Вот, то есть времени совсем ничего. Скидка у нас здесь 48 часов, то есть 2 суток. Хотя бы только по этому можно уже спешить. Делайте заявку на обучение. Заходите на страницу оплаты. Постром-постром.ру Как оплатить? Сейчас быстренько расскажем. Бывает, у некоторых вопросов создаются. Вот, то есть выбираем пакет. Жмем заказать. Далее вводим данные, то есть электронку, имя, телефон. Пишем записаться. Далее переходим на оплату. Нажимаем кнопку оплатить. И вуаля. То есть вы становитесь учеником нашей олайн-школы. Далее бронируйте место в потоке. То есть бронирование у нас бесплатно. Количество мест, напоминаю, ограничено. То есть помню, что у нас осталось 11 мест профи и 3 места VIP. Так, чем ближе к началу курса, тем скидка меньше, как я уже говорил. То есть в самых первых вебинарах была скидка, у нас началась от 50%. Сейчас у нас уже 15%. Так, один из наших девизов, что мы работаем до результата. Ну и напоминаю, что все, что мы рассказывали о вебинарах, это только лишь маленькая часть информации. Если сопоставлена, например, с той информацией, которая будет выдаваться у нас в обучении. Теперь представьте, что все, для чего вам не хватало, для достижения вашей цели, вы теперь знаете. То есть, как правило, это не как правило, как и есть. То есть если это не генетика, то это знание. То есть для дальнейшего прогресса вам не хватало знаний. Вот, эти знания мы вам, соответственно, часть мы даем в вебинарах, то есть и это бесплатно, как вы уже сами заметили. Вот, и, соответственно, основная часть, она самоплатная. Вот, потому что, потому что, если вы знаете, сколько нам работы приходится проделывать, сколько я приходится не отменять своих же, тех же персоналов, например, сегодня, в субботу, там еще там куда-то придется. Так уже пришлось. Плюс подготовки, плюс собрание, плюс все, что это же у нас снимается, делается, готовится. То есть это куча потраченного времени, куча потраченных ресурсов. То есть вы должны понимать, что сколько силы и сколько затрат все это вкладывается. Те же, например, тот же оператор, да, то есть мы же не будем там сами снимать на iPhone или на Samsung, да, то есть будет наниматься персональный оператор, то есть для качественных видео, то есть для качественного контента, то есть с разных ракурсов, там. То есть мэп только тратится уже, там, в районе 50 тысяч, не меньше, на все про все. Поэтому не думайте, что это реально какой-то там обдиралово. Сегодня пободрее, да, согласен, потому что я уезжал в Хабаровск, сделал себе как бы небольшой отдых на неделю. У меня как будто такой, в каком-то смысле, перезапуск системы получился. И сейчас себя, в принципе, очень хорошо чувствую. Ну и начал уже со вчерашнего дня тренироваться. То есть вчера у меня была первая тренировка после последнего выступления. То есть полуторамесячного отдыха. Так, напоминаю, да, цена для самых быстрых надпоцентов. Скидка действует 48 часов, компенсия 100, 12,650, профи 800, 18,700 и VIP 38,250. Также вас ждут другие мастер-классы с анонсами следимы в наших группах и в моем инстаграме. Следующий мастер-класс у нас будет в субботу, 3 февраля, в 15.00 по московскому времени. Напоминаю, что Станислав расскажет те темы, которые он упустил. То есть пропустил по причине выхода на связь. Вот он был у нас в отпуске, не смог выйти на связь. Темы у нас будет это миофасальный релиз, как профилактика лечения травм. И тема у нас, то есть необходимость тренировки душного пресса. Так, теперь у нас ответы на вопросы. Ответы на вопросы. Все, кто напоминает, да, то есть у нас есть вопросы. Вопросы, а лучше давайте в чат все вопросы. Погнали. Так, погодите, не так быстро, не так быстро. Вот пишут, что тренируются на многоповторки. Это неправильно. Тренироваться, это уже получается бодибилдинг. Опять же, на многоповторки никакой техники не будет. После 5-6 повторений вы чувствуете резкое утомление. Вот, и уже прям приходится уже больше работать на морально-валевую. Вот, а какая может быть у нас, какая может быть техника на морально-валевую? Вот, в принципе, никакой. То есть никакой техники не будет. А если она была, то она у вас будет только больше ломаться с каждыми повторениями. И плюс вообще, то есть весь силовой тренинг на 12 повторениях, это не силовой тренинг, в принципе. Вот. Откроете биохимию, то есть я уже рассказывал, да, то есть должно быть от 6 повторений и меньшее. Только тогда мы будем тренировать силу. Мифы про питание вы хотели там звучить. Про питание потом все расскажет у нас. Останет слаг, если что. Вот. Либо мы сделаем отдельный вебинар. То есть у нас же вебинар не последний. Вот у нас еще будут другие. И тем куча все расскажем, но не сейчас. То есть со временем не переживать. Ладно, следите за анонсами, за темами. Если вам тема будет очень интересна, то вы явно станете участником нашего вебинара. Поэтому, еще раз напоминаю, следим за анонсами. Так, когда ты понял, что тебе... Когда ты понял, что тебе нет... Да, ё-моё. Тебе недостаточно пластики. Гибкости в тяге. Так, если... У меня с гибкостью всегда не было проблем. В принципе. Вот поэтому... Тут я ничего понять не мог. Блин, все пролистывается. А там тоже так же пролистывается. Как могу сказать. Поэтому не очень удобно отвечать. Давайте, знаете, как сделаем, народ. Давайте, вот, например, вопрос вышел. И просто из-за уважения к другим же. И чтобы мне было проще отвечать. Иначе я так не смогу ответить. То есть я прочитал вопрос, ответил. Сразу пишем следующий вопрос. Это так. Каждый захочет быть следующим. И ничего не получится. Да, в принципе, и диабридово. Буду стараться так отвечать. Так. А когда ты понял, что тебе недостаточно пластики, тяги, социальной техники? Ну, 15-14 года. И текущий два разных человек. Как быстро исправил недочеты и вышел в таком прогрессе? Да, за один день все исправило, на самом деле. Вот. Как ты уже эту историю рассказывал. То есть мне сказали, что техника корявая. Я говорю, что сырали корявое, я лекарственным миром тяги. Вот. Говорит. Типа. Я говорю, а как нужно тянуть? Типа, как ты своих учишь учеников? Ну, показал, как. Да, вот так. То есть, ну, как бы сходу. И сам попробовал, когда я готовился к экипировочным соревнованиям. И мне сразу было комфортно. То есть, в экипировке было комфортно. Без экипировки сначала было не очень. Но, в принципе, быстро привык. Вот. Топ-3 коленных бинтов. Такие были белки. Мой АПТ. Странгуляторы, которых уже, в принципе, в производстве нет. Но сейчас что-то там пытаются делать. Какая-то фирма. Называется, по-моему, Пионер. Вот. То есть, они сейчас... Пионер. Даже. Правильно сочетается. Вот. Так. И... Турбина. Прикольные бинты делают. Вот. Metal Orange тоже. Так. Что кушаете на завтрак? Да, бывает. Завтрак вообще пропускаю. Но это очень плохо. А так, как правило, что у нас... Ну, что в груху не дают на завтрак, то едем. Вот. Что-то у нас обязательно из яичного. Вот. Либо омлет, либо яичница какая-нибудь. Либо яйцо вареное. И также какие-нибудь там пакетные блинчики. Что-нибудь такое. Вот. Ну, значит, завтрак у меня вкусный на самом деле. Спасибо. Был фуду. Супер компенсация. Скажите про нее. Что про нее сказать? Супер компенсация, это когда... Как я тебе, можно сказать, опишу. То есть, когда ты выходишь, то есть, ты выстренул, получается, в своих результатах. То есть, если по сравнению с тренировочными, ты должен выстрелить сейчас результаты после отдыха. То есть, либо как соревнования, либо, там, не знаю, после периодизации. Вот. И самое главное, что ты по ощущениям должен чувствовать, что у тебя нет никакого дискомфорта, ни мышечного, никакого, то есть, ни крепатуры. Вот. То есть, как правило, это ощущение достигается по истечению, там, 10, например, дней, да, то есть, неправильной разгрузки. Вот. Да, у тебя организм полностью восстанавливается, вот. И ЦНС прогружается. И ты способен показать реально максимальный результат. Так, Юрий, здравствуйте. Вы говорили, вы говорили, что для того, чтобы выстрелить в тяги, нужно немного перепахать. И тут вопрос, с каким весом нужно перепахать немного. Насколько повторений по подходам, понятно, повторений, какой вес подобрать, если максимально 200 килограмм. Тут, как бы, блин, с каким весом, я откуда знаю. То есть, с каким весом ты работаешь, это раз. Во-вторых, чувство папы, это лёгкое сад должно быть. То есть, в тяге всё время должно быть объём. Дайфи сиди, объёмы, мыши, объёмы, то есть, объёмы, объёмы, объёмы. То есть, ты должен, то есть, в зависимости от этапа подготовки, то есть, ты же можешь убиться и трёх повторок, и шести повторок. Вот. Поэтому тут какой-то конкретный диапазон повторений. Я дать не могу, соответственно, только конкретно, в котором нужно работать. И в том, и в том нужно работать. Вот. Главное, просто не перепахивать и, то есть, не нужно делать там кучу тяжёлых подходов рабочих там. В лучшем случае, я бы сказал, по примеру, если я советую делать один подход тяжёлый, вот, и потом, соответственно, уже спускаться вниз обратно. Есть ли смысл в межсезонье лезть на 90-90%. Ну, нафига тогда этот межсезонье, если ты лезешь на веса. Наоборот, должен разгрузиться, поработать на объёмы, покачаться даже, так бы сказал. Так. Юрий Капитани, ещё вопросик. Часто ли у вас приёмы пищи? Или как получается? Вообще, на самом деле, как получается, но стараюсь есть чаще. Вот. Потому что, во-первых, для ЖКТ лучше, если ты будешь питаться небольшими порциями. То есть, у тебя и усваивность будет максимальная, и вообще самочувствие будет лучше. Вот. Если ты будешь всё время обжираться, то есть, пытаться влезть в свой колораж, например, за приёмы пищи, вот, то у тебя будет постоянно тяжесть в желудке, само собой. Вот. То есть, всё, само собой, не усвоится. Вот, например, если, то, что касается белка, то есть, в среднем, обычно, человека, не нафармит, то есть, у него в среднем усваивается 3 грамм белка. То есть, если ты, например, захочешь, например, вечером компенсировать пропущенный обед, там, полник и тому подобное, и там, наложишь себе кучу мяса и всего тому подобное, то есть, ты только лишь будешь сдавать нагрузку на ЖКТ и на почки, опять же, потому что белок весь будет не будет усваиваться, и у тебя будет интоксикация просто аммиакон. То есть, будут распады у нас белка, это аммиак. Вот. Вот, то есть, ты будешь сам себя травить, скажем так, в таком случае. Так, тяга с ума наверху неустойчива. Чем же это может быть связано? Либо сильно развернул стоку. Вообще, как бы, тяга с ума, она менее устойчивая, намного менее устойчива, чем классик. Вот. Во-первых, нужна сильная голень. Обязательно. То есть, она у нас стабилизирует движение в тяге. Очень хорошо. Особенно работает она до тяге, как раз таки. Вот. Также, также, также слабый пресс, как вариант. Вот. Болтает поэтому наверху. То есть, вот, как некоторые из вариантов. То есть, вообще, лучше смотреть это на практику, как оно все смотрится. Так, на приседаниях во время заваливания сильно завалятся колени вовнутрь. Из-за чего это может быть? Как причините проблем? Колени заваливаются вовнутрь по нескольким причинам, скажем так. Ну, в первую очередь, это, получается, у тебя слабые, слабые привода. Вот. То есть, они стремятся у тебя от перерастяжения избавиться и снизить. То есть, получается, круче брать растяжение, вот, и тем самым сводя колени в центр. То есть, ты, организм избавляется от перерастяжения, чтобы облегчить себе пенсор работу. Вот. И поэтому мышцы свойств. То есть, нужно растягивать привода, да, и еще можно что-то не тренировать. Опять же. Даже в том же тренажере, например, многие его, там, не знаю, стесняются, пугаются. Ну, вот. Например, называют его гинекологическое кресло. Вот. То есть, получается, положение сидя мы приводим. Тренируется бедра. Сейчас так называть спридение бедра. Так. Юрий, про пресс. Насколько часто его тренируют? Тренирую его в день тяги. Это класс. Тренируется спина, тогда и тренируется пресс. Тренирую присед два раза в неделю. Так. Тяжело и легко. Решил включить подсобку присед на груди, так и понял. При вставании вперед. Когда лучше делать это упражнение в день тяжелого приседа или легкого, в день тяжелого приседа. Потому что в день тяжелого приседа мы должны напахиваться как раз таки. Далее по возможности, соответственно, восстанавливаться. Поэтому нам лучше это все сделать в один день, дабы не ухудшать восстановление. Длинные ноги, длинные руки, сумоле классика. Если ты в лямках делаешь все, что можно, и в тренажерах работаешь, например, и подтягиваешься, то в принципе да. То есть, получается, это так же будет логично, если ты, например, перестанешь тренироваться. Ты же так же начнешь слабеть. То есть, все мышцы, которые отвечают за хват, то есть они так же сгибатели пальцев, они так же у тебя растренировываются. Вот. Поэтому и хват будет слабеть. То есть, это будет все логично. Поэтому просто какая-нибудь элементарная работа хвата на том, что в тех же блоках подтягивания должна быть. Вот. На той же разминке, например, да. Разминаешься в однохвате. В однохвате. Вот. До определенного веса, а пока руки держат. Вот. Чтобы просто как бы получат пальцами и не забывали работу. Так. Какие будут советы в тяге при росте метра девяносто? Тут не в росте дело в антропометре. Кстати, про вопрос про длинные конечности. Если длинные ноги, длинные руки, да все могут классно тянуть, в классике надо смотреть, насколько длинные ноги, потому что если ноги совсем длинные, вот. И там в принципе и длино рук не особо скомпенсирует вот всю ситуацию. Поэтому в сумму это точно стопроцентные, стопроцентных куда-нибудь. Так. 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 Про пресс, как часто я его тренирую, я уже говорил. После долгого перерыва начал возвращаться к рабочим весам в жиме и при силовых тренировках на 1-3 раза. То есть, больше чем весам щелкает, только что после этого делать. Идти к врачу, что после этого делать. Потому что нужно смотреть, в чем причина щелкает. Вот. То есть, может, щелка тоже может по-разному. Например, с болевыми ощущениями или не плывая щелка, они просто со временем проходят. Вот. Лучше сразу идти к врачу и хотя бы просто знать причину. То есть, из-за чего это. А там уже смотреть, что делать дальше. Юра, когда ты вошел в сборную? Когда ты вошел в сборную, тебя спонсировали? Одежда, спортивная амуниция или повестность? И звание плачет. Может, расскажи, пожалуйста, когда в сборную попасть? Ну, планируя в сборную попасть и попасть, это два разных понятия. На самом деле, это не так легко. Я вам могу сказать, но это не значит, что можно отказываться от своих планов, целей и тому подобное. Вот. То есть, вообще первое время, я только один раз, получается, за время нахождения в сборной получил экипировку. То есть, получается, фарвардскую. Вот. Сейчас она выдается всем. То есть, юниорам. Получается, с распределенностью раз в год выдается. Далее, что касается экипировки. Фонсировали поездки, лишь только поездки. То есть, получается, перелет. Только сборникам открытой вызовной категории. Вот. То есть, юниоры все должны искать деньги сами. То есть, на поездки, на проживание. На проживание и открытой основной категории тоже ищутся деньги сами. То есть, кто как. То есть, мне там, я как мог, выбивал деньги из университета. Потому что, в тот момент, я был студентом. Вот. Когда я перестал быть студентом, то есть, я уже, соответственно, искал деньги свои. Вот. И все. То есть, вот так вот как-то все делается. Но государство в этом плане не очень поощряет. Вот. Если бы это был бы олимпийский вид спорта, то это была бы уже другая история. Тренировка хвата, статико держания. Можно накидывать вес и скидывать. Почему? Про накидывать, скидывать в день непонятно. Вот. То есть, тренировка хвата. Но если у вас проблема с хватом, то, конечно, нужно как-то уберять на время. Уберять, конечно, лучше это в день тяги делать. Те же элементарные удержания. Удержание однохватом. То есть, разнохватом удерживать нет смысла. Потому что, чтобы держать разнохват, удачи-то веса. То будет нагрузка на спину. Зачем он был бы находиться в статике. Когда можно взять вес поменьше, потому что держать его однохват и также ее держать. Усиливать хват. Опять прогиб, прогиб тоже. Прогиб что? У тебя получается заворачивается, таз вперед клюет. То есть, округляется поясница и реально прогибается. То есть, твардос усиливается. Надо писать более точно. Ну, кто-то пишет, хватит только вопрос задавать. Так, не без этого. Юрий, как часто используется упражнения на стабилизаторы мышц спины и паха. Вообще я их не использую никогда. Вот. Многие... Это, кстати, какая-то, блин, больше попсятина. Мышцы стабилизаторы надо включать. Если у вас много свободного времени, можете включать на самом деле. Если у вас кто-то там не стабилизируется и тому подобное, я говорю только лишь об одном, что у вас пеновано работал на выклопусе. Юра, так, норм. Расключение, берем руками поднимал. Так, программа тренировок на ссылке возможностей. Это, где начинать программу еще по суперкомпенсации. Получается, пока ее не достиг совсем не давать врус, она тоже начинает, или как, не совсем, промокла, грамотно ее применять. Ой, блин, тут на самом деле... Суперкомпенсация должна быть только лишь перед соревнованием. Вот. Зачем ее как-то применять, тоже непонятно, как ее достичь. Блин. Почитайте где-нибудь учебник, найдите информацию, то есть, что это такое, что и как можно. И я не могу тут сейчас прям, не знаю, тут очень долго надо будет рассказывать. Причем каждому, у каждого по-разному. Кто ее быстро достигает, тот медленно. Кто-то вообще на это раздружается за месяц, за соревнования. Кто-то там кому-то за неделю хватает. Ну, тут как-то все индивидуально, соответственно. Ну, и в первую очередь это будет влиять от весовой категории и там, соответственно, уже от того, как у тебя все индивидуально сложено. Так, расскажи про принципы наработки силы. Ты не первый, кто просит меня об этом. Так, с каких процентов начинать использовать поиск при себе? А тут не в процентном соглашении на самом деле. На самом деле. Ну, если так примерно прикинуть в процентах, например, как у меня, то это где-то, 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 где-то. Опять же процент от каких? От экипировочных результатов, от безэкипировочных результатов тоже готово быть напрямую зависит. То есть как вычитывать. Если это от безэкипировочных результатов, то есть тут может как-то посчитать. Например, прям вообще без готов, без ничего, то в принципе FI, я думаю, не позже, чем 50-50%. Поиск уже надо одевать. Вот. Ну, можно одевать. Тогда у тебя ближайший старт. Ближайший старт у меня будет в мае на US Open. В Соединенных Штатах. Риск является отличный надел из-за невозможности терпеть на срыли. Если она просто включается на максимальный писак, может ли исправить эту проблему тяга с умом в камбезе? Так, является где? Классический что ли? Камбез компенсирует срыв, становится комфортным. Не так. Да, все верно. На самом деле, да. То есть комбез хорошо компенсирует срыв, но тут другая ситуация возникает. Если ты терпеть не научился в срыве, то у тебя и… ну, то есть она вот наработанная уже со спиной, работанная схема, то у тебя и в камбезе на каком-то… то есть на предельном месте такая же ситуация будет здесь на самом деле. поэтому нужно уповать на камбез, думаю, что сейчас в камбезе у меня будет, получается, компенсируется срыв, у меня спина будет держаться, у меня ничего подобного. В камбезе еще сложнее спины держать из-за давления лямок и тому подобное. Так, как бы боять больших кусок, но Жень, это у нас будет отдельный вебинар по психологии, что касается психологии. На самом деле не знаю вообще, как можно бояться веса. Наоборот, чем больше вес, тем, значит, получается, что ты растешь, ты достигаешь результатов, где-то должно мотивировать, куражить, а не пугать. Поэтому для меня вот эта вот боязнь новых весов вообще незнакома. А какая фирма… То, как я питаюсь, я вам сразу скажу, в качестве примера это не очень хорошо. Вот, идеально питаться, то есть в конце это белком и клетчаткой, вот, то есть углеводы уже от углеводов отказываться. Если, например, у тебя цель набирать маску, конечно, углеводы ты оставляешь. Если тебе цель худеть, то углеводы ты убираешь. Вот, вечером. Поэтому от этого и будет зависеть, как ты будешь питаться вечером. Я жру все подряд. Вот. Итак, на последний вопрос отвечаю, потому что у нас уже время истекает. Так, а какое количество повторений до 5 способствует набору силы? Да, я бы, кстати, тоже понятен к тому, что 5 повторений, вообще вот 4-6 повторений. Это вот самый оптимальный диапазон повторений для тренировки силы. Вот. Это все потому, что у нас как раз вот такие вот мы в этом диапазоне повторений полностью расходуем креативный фосфат. И как раз мы напахиваемся так же хорошо, потому что у нас организм хорошо воспринимает объемную работу. Вот. И вот этот диапазон повторений, да, он будет самым таким силовым. Вот. Ладно. Всем спасибо за внимание еще раз. Вот. А, да, не забываем про комментарии в постах наших, а именно в первую очередь в Инстаграме. Вот. Сейчас он уже создан, и там можно оставить все свои комментарии и пожелания. И так же добавляйтесь к нам в группы. Вот. На Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграме, да. Что я сейчас говорил. Ну и еще раз спасибо за внимание. Следим за анонсами нашими следующими. Вот следующий вебинар. Следующий вебинар у нас пойдет в субботу в 15.15. По московскому времени. Всем до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok